МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Рука Москвы. Федеральный центр окажет помощь обманутым дольщикам. В режиме Аврала Саратовскую область критикуют за реализацию нацпроектов. Город в огне. В областном центре открылся чемпионат мира по пожарно-прикладным видам спорта. К решению проблемы обманутых дольщиков в Саратове подключится федеральный центр. Информация об этом появилась несколько дней назад. А уже в четверг вечером в здании областного правительства прошла встреча с пострадавшими соинвесторами строительства жилья. О новых договоренностях рассказали спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель корпорации «Дом РФ» Александр Плутник. В этом году в регионе должны завершить строительство 10 проблемных домов. Тем не менее, в реестре остается еще 43. 16 из них будут достраивать собственными силами, ну а осилить еще три десятка на уровне области практически нереально. Более 4 тысяч семей, пострадавших от действий горе-застройщиков. Из них более полутора тысяч – это те, кто вовсе не имеет никакого жилья. Такие цифры на совещании в Саратове озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Задача ближайших лет – вопрос с обманутыми соинвесторами закрыть по всей стране. Когда мы говорим о проблеме, давайте тоже для чистоты отношения скажем, что эта проблема присуща для многих регионов. И чтобы вы понимали, как она в других регионах обострена и насколько проблематично, приведу вам цифры проблемных домов. Московская область – 788, Москва – 296, Красноярский край – 63, Челябинская область – 66, Новосибирская – 87, Башкортостан – 142, Нижегородская область – 198, Самарская – 58, Ленинградская – 292, Красноярский край – 263, Ростовская область – 71. Наш регион, я уже сказал, у нас 46 проблемных домов, 43 площадки. Исходя из этого, по оценочным, приблизительным параметрам, которые сегодня подготовлены профильным министерством региона и отработаны вместе в Дом МРФ, нам необходимо для того, чтобы закрыть проблему, порядка 10 миллиардов 375 миллионов рублей. В силу того, что регион занимался этой проблемой раньше и многое сделал для того, чтобы подойти вплотную к решению, мы сегодня относимся к пяти регионам Российской Федерации, которые готовы буквально уже с завтрашнего дня приступить к реализации решения этого вопроса. После того, когда создается фонд, дальше назначается заказчик, уполномоченный правительства Саратовской области, затем определяется генподрядчик, либо несколько генподрядчиков. У нас с вами эта позорная история в развитии области и города должна быть закрыта. Валерий Васильевич, за это время вы третий губернатор. За это время, по этому, наверное, четвертый или пятый мэр меняется. Коллеги, давайте на вас точку поставим, решим эту проблему, чтобы она больше людей не беспокоила. По словам руководителя корпорации Дом РФ Александра Плутника, дольщикам нужно набраться немного терпения. На решение их проблемы уйдет три года. Фонд мы создавали в течение двух лет. Сегодня он уже может оказывать помощь правительству. Он капитализирован, предоставлены первые средства. Это действительно очень непростая программа будет, но вы можете быть уверены в том, что она будет полностью профинансирована, и дома ваши будут либо построены, либо те дома, которые будут приняты соответствующие решения не строить, а выплатить денежные средства. Денежные средства будут выплачиваться по рыночной оценке на сегодня. То есть не то, что вы вложили, потому что мы все понимаем, что в 1999 году сколько стоят квартиры, сколько они стоят в начале 2000-х годов, будет проведена специальная процедура оценки сегодняшней рыночной стоимости квадратного метра в том районе, где находится тот или иной дом. И в случае, если будет принято решение о выплатах, например, строительная готовность, долго ждать, или, знаете, честно говоря, многие дома-то уже и построить невозможно. Но сами подумайте, они проектировались в 1997 году, и строились в 1999. Да даже если будет можно, но кто сейчас из вас жить в них поедет, захочет? Конечно, те дома, которые будут достраиваться, мы не сомневаемся, потому что дом привлечет лучший специалист, лучшие строительные компании, их будет несколько, которые будут строить эти дома, и в обозначенные сроки эта проблема в области будет решена. Финансирование работ в Дом РФ готовы начать уже в этом году. Проблема копилась десятилетиями, и сейчас руководством страны мы впервые практически за все это время приняли такое радикальное решение направить на исправление ситуации и истребление ее деньги федерального бюджета при условии, что будет обеспечен определенный уровень сопринансирования со стороны региональных бюджетов. Штат Викши сказал, что в соответствии с нормой постановления, которая будет, которую мы ожидаем от бюджета Саратовской области, будет требоваться от общего объема 11%. Ну, это такая величина общего. Пассивно мы с руководством сегодня обсуждали. Есть заверение твердое, что эти деньги в бюджете будут изысканы и определены. Деньги преимущественно пойдут тем домам, где создана ЖСК, а таковых в Саратовской области набирается с десяток. Еще в трех случаях проходит процедура банкротства. На совещании дольщики подняли еще одну проблему. Сейчас мы находимся во втором банкротстве. Мы закрыли ту банкротство, потому что оно больше 10 лет. Сейчас во втором банкротстве чистим реестр. Вот смотрим эти документы. Я вам уже говорила, что у нас там дольщики, которые купили трехкомнатные квартиры за 100 тысяч рублей, за 200 тысяч рублей. А сейчас как они пойдут у нас? Когда стоимость одного квадратного метра на тот период стоила 25-30 тысяч. Валерий Васильевич, вот здесь правильно было бы посмотреть. Мы создали комиссию, которая же идет решением этих вопросов. Возьмите и инфицируйте. У вас есть специальные органы-совещатели, которые должны заниматься подтверждением коррупции, создатели, полномочия. Пускай они посмотрят все эти реестры. Почему такие разницы? Потому что с одних берут, а с других за три копейки. И вам вот еще скажу, мне стыдно перед нашими гостями. Мне говорят, Мишлавич, а вот смотрите, Федоровская Агент и ЖСК Федоровская 8 до сих пор принимают и принимают ЖСК. Понимаете? Понимаем. Вот эти все вопросы, их надо параллельно, Валерий Васильевич, изучать. А так у нас, знаете, сколько желающим будет? Вот мы будем с вами искать средства. Здесь уважаемые люди, которые отвечают за федеральные структуры, будут сидеть, отвечать, нам помогать. Нам стыдно должно быть. За то, что вот такое происходит. Надо посмотреть. Вот эти вот вложения, кто за 3 рубля в целую квартиру умудряется покупать, их надо отправлять куда-то. Они либо такие талантливые и на ухоуни на мобильскую премию тянут, либо, значит, понятно, другое. Но это тоже мы должны осознать. Валерий Васильевич, ну посмотрите. Ведь сейчас все настроены помочь региону. Регион в первую очередь будет получать средства. Люди, которые 20 лет ждут квартир, а кто-то, значит, под шуму за 100 рублей покупает трехкомнатную квартиру, которая стоит миллионы. Разве так можно? Вячеслав Володин призвал власти региона проверить реестры дольщиков. По его словам, помощь от государства должны получать только те, кто действительно в этом нуждается. За несколько лет в регионе в рамках национальных проектов должны построить 24 детских сада. Большая часть появится в Саратове и Энгельсе. Уже в этом году в областном центре началось возведение 8 объектов. К строительству 10 приступили в Энгельсе. До Нового года в эксплуатацию планируется ввести более десятка детских садов. Львиная доля денег на реализацию нацпроектов поступает из Москвы. Но даже столичное финансирование это не гарантия успеха. В России таких примеров предостаточно. Да и Саратов данная болезнь стороной не обходила. Регион когда-то неоднократно называли в числе отстающих при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Вот и с детскими садами не все так просто. В августе Саратовская область попала в число субъектов, где к темпам возведения дошкольных учреждений есть серьезные вопросы. Премьер Дмитрий Медведев даже давал поручение Министерству просвещения проанализировать причины низких темпов строительства дошкольных учреждений. Мы тоже не остались в стороне и посетили несколько строительных площадок в Саратове и Энгельсе. Со времени поручения Дмитрия Медведева прошло полтора месяца. Очевидно, что в регионе темпы строительства ускорились. Это микрорайон «Звезда». Здесь детский сад уже достраивают, рабочие перекрывают крышу. Сомневаться не приходится, объект сдадут срок. Практически готово здание и в микрорайоне «Авиатор». Этот детский сад единственный, который возводят в рамках проекта «Жилье». Остальные проходят по демографии. В Энгельсе тоже есть передовики. Работа на площадке в переулке Восточном кипит даже после обеда в пятницу. Чего не скажешь о поселке Прибрежном. Перед съемочной группой сначала просто захлопывают ворота, правда, после небольшой паузы дают сделать несколько кадров. Но на главный вопрос эти картинки ответы не дают. Почему мы вновь оказались в числе отстающих? У нас вообще есть вопросы, на которые лично мне, при всем моем опыте как депутата, ответов найти не удается. Ну, давайте поймем. Нацпроекты – это островой хребет, роста экономики и благосостояния людей. То есть, это абсолютно правильное принятое решение президенту, которое должно быть реализовано. В рамках наших полномочий принимается закон области об очередном бюджете. В нем все расписано. Было это, большей частью, в декабре прошлого года, что-то еще раньше, что-то было в январе, что-то в феврале. Вот после этого следует определенный цикл процедур в рамках закона. Значит, разработка проекта смертной документации, которая вообще-то должна предшествовать принятию этого решения, если брать с правовой точки зрения. Значит, объявление аукцион против 50-й. Там, конечно, разрыв, ну, где-то 3-4 месяца, он обоснованный. Но полгода тайно за семью печать. Между тем, региональные власти уверены, свою часть задачи они выполнили. Деньги до муниципалитетов доведены. Все остальные вопросы именно к чиновникам на местах. Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Саратовской области, они были заключены в феврале. В последующем у нас уже в марте денежные средства были через областную думу заведены до муниципальных районов, соответственно. И последующая процедура, это уже по, так сказать, доведению денежных средств до муниципалитетов. Вы знаете, у нас вообще процедура строительства объектов, она четко регламентирована законодательством. Определение подрядчика на строительство также регламентировано 44-м федеральным законом через прохождение конкурсных процедур. Поэтому вы прекрасно же понимаете, что если объявлен аукцион и на аукцион никто не вышел, то данный аукцион не может быть признан состоявшимся. И заказчик тогда в данном случае повторно выходит на аукцион для определения, для того, чтобы кто-то заявился из строительных организаций для строительства объектов. Трижды пришлось проводить аукцион в Энгельсе. Никто из местных компаний не желал строить детский сад в летном городке. В итоге победитель определился лишь несколько недель назад. Детский сад в Энгельс-1, он, ну, во-первых, он считается достаточно большим, да, 160 мест по сравнению с теми проектами, которые у нас были. на 40, но на нашей территории вообще есть, конечно, и по 320 мест, и по 240, но в рамках реализации в 2019 году для нас это, да, один из самых больших садиков, поэтому наши энгельские строители не готовы были выходить и в такие короткие сроки построить сад. В роли подрядчика выступает компания, которую возглавляет Леонид Песной. Времени на раскачку у строителей попросту нет. Детский сад, который по проекту организации строительства надо строить, по-моему, 18 месяцев, придется строить за 4. Ну, ведь проект организации строительства это как инструкция по полетам, он ведь тоже написан нормой и кровью. Но почему-то у нас в последнее время отношение к Авралу стало как какого-то достижения. О, за 3 месяца построили детский сад. А зачем? В режиме Аврала, судя по всему, придется работать и на этой площадке. На улице Лесной, на 1-й дачной, строят детский сад на 160 мест. Начало строительства 3-й квартал 2019 года, окончание уже в 4-м квартале. Кстати, проект строительства, который должен был заказывать муниципалитет, тоже пришлось оплачивать предпринимателям. Мне пришлось в рамках социально-отредственного бизнеса платить, по-моему, два проекта детского сада. Один в Кировском районе, может быть, даже один и в Эмбельсе. Но это вообще, конечно, нонсенс. Я знаю, что я никогда ни один детсад в этом году не собирался строить. Но вот пришлось. Между тем, областные власти считают, что в будущем подобных неожиданностей уже не будет. В этом году у нас в правительстве создан комитет как раз по реализации институционных проектов, которые централизованно будут как раз сопровождать процедуру строительства объектов. И уже сейчас в отношении объектов 2020 года проводятся как раз мероприятия по проектированию для того, чтобы до конца этого года уже провести конкурсные процедуры по определению подрядчиков и чтобы 2020 год уже с начала года приступить к ремонтным работам. Но это в будущем. А в настоящем проблем тоже можно было бы избежать. Обязанности следить за реализацией нацпроектов в Москве возложили на силовой блок. Еще в марте на коллегии в Генпрокуратуре президент Владимир Путин говорил об особой ответственности сотрудников надзорного ведомства. Так как же получилось, что в Саратове снова дошло до Аврала? Их роль, конечно, тоже здесь контролирующая, значит, однозначно. Но контроль, на мой взгляд, надо осуществлять по всей цепочке. Вот с того момента, как депутаты облдумы проголосовали, до момента, когда действительно губернатор приехал и поздравил с новосельем. По данным Министерства образования, до конца года в регионе нужно сдать в эксплуатацию 11 детских садов. И у ведомства Сергея Филипенко еще есть время, чтобы вспомнить о поручении президента. Нынешняя неделя в Саратове выдалась празднично-развлекательной. В предстоящие выходные областной центр отметит свой 429-й день рождения, а в среду в городе стартовал 15-й чемпионат мира по пожарно-прикладным видам спорта. На Волгу съехались представители двух десятков государств. Власти говорят о мероприятии невиданных масштабов, которые проходят в регионе. Хотя, если брать спортивную составляющую, то случались в Саратове события и покруче. Болельщики со стажем не дадут соврать. Достаточно вспомнить два сезона Сокола в премьер-лиге футбольной и тот ажиотаж, который был вокруг команды. Да и ежегодный приезд баскетбольного ЦСКА в гости к Автодору стабильно собирает тысячи болельщиков. Пожарно-прикладному спорту до популярности футбола или баскетбола пока, конечно, далеко. Тем не менее, он оказался довольно зрелищным видом, да и праздник открытия, который прошел на стадионе «Локомотив», вполне удался. «Сколькоало» «Энго Крэфори» «Черк Herausforder torture» «Сколькоало» «Черкûtola общcussions в Казахстане» «Т mapped white Мир – это классно, мир – это здорово, мир – это вершина из вершин. Именно так говорят спортсмены о главном старте сезона – чемпионате планеты. Австрия, Германия, Германия, Беларусь, Китай, Чайна. На целую неделю Саратов стал меккой для пожарных и спасателей из более чем 20 стран мира, которые приехали за медалями на всемирные соревнования. Российская Федерация. Российская Федерация. Соревнования среди пожарных и спасателей – это не только спорт, но и важнейший элемент подготовки специалистов. В спортивной борьбе закаляется характер, воспитывается командный дух и перевивается готовность бороться за результат. Дорогие друзья, спорт – это честность и единение. Спорт – это мир. Искренне желаю всем нам, нашим странам, регионам, городам благополучия, процветания, партнерства и взаимопонимания. Побед сильнейшим! В двух локациях на театральной площади и стадионе «Локомотив» еще утром стартовали участники юношеского и взрослого первого. Весь накал спортивных страстей впереди. А пока на театральной площади своеобразная репетиция большого открытия. Высокие гости, выступления артистов, парад современной пожарно-спасательной техники. И первые чемпионы в самой зрелищной дисциплине соревнований штурмовой лестницы, когда спортсмены в считанные секунды поднимаются в окно второго этажа, определились в рамках юношеского первенства. Ярко, эмоционально, незабываемо соревновались молодые спортсмены. Это мой первый чемпионат мира, и вот я стала чемпионкой. Вали на бежать! Спокойненько! Это, наверное, самое запоминающее будущее чемпионат мира, потому что я поставила, сделала свою цель, которую хотела. Но это не предел. Я буду все лучше и лучше. Тем временем на локомотиве вовсю готовились взрослые верхушки. Разминались, проверяли снаряжение, настраивались на главный старт сезона. Для Вахиджана Казакбаева из Казахстана это уже четвертый чемпионат мира. Это очень большая ответственность. Я защищаюсь не только титул себя, но и защищаюсь честь своей страны. Не просто взять ей лестницу и просто поставить ее пробежаться. Нужно уметь поставить ее так, чтобы выбежать вовремя, связать это все, понимаете. Это нужно нарабатывать каждым днем, с каждым моментом, каждый шаг, каждый элемент. А для шестикратного чемпиона мира Александра Горковского пожарно-спасательный спорт – особое соревнование, рожденное жизнью. Ведь только сильные духом и физически подготовленные люди, по его мнению, способны выйти победителями из любой схватки со стихией. На соревнованиях такого ранга как раз и оттачиваются так необходимые в экстремальных ситуациях качества. Это скорость, это выносливость, это сила, это координация. И как пятое – это работа в команде, без нее никак. Когда звучит твой гимн, когда поднимается флаг твоей страны, и ты стоишь на самой вершине. Вот эти эмоции, они все, не знаю, там передаются слезами радости и твоими эмоциями на лице. И уже поздним вечером первого дня соревнований было разыграно взрослое золото в подъеме по штурмовой лестнице. Я еще не поняла, я еще не знаю результатов, поэтому я не могу объективно оценить. Но я команде очки хорошие дала, и я рада этому. Под аплодисменты нескольких тысяч зрителей спортсмены взлетали по фасаду на высоту более 12 метров, преодолев перед этим 32-метровую дистанцию. В результате чемпионкой среди женщин стала россиянка Людмила Еремина. Сибирская принцесса Людмила Еремина! Мужское золото и ключи от новенького БМВ достались белорусу Никите Уколову. Никита Уколов! В первую очередь я боролся с самим собой. Я победил! С каждым днем чемпионат мира набирает обороты, и в ближайшие дни любители большого спорта в Саратове станут свидетелями честной спортивной борьбы и больших побед. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok